Приветствую дорогие друзья! В современном мире практически не осталось людей, которые живут в реалиях своих далеких предков. Повсеместная глобализация и новые технологии незаметно, но уверенно вкрадываются в наш быт. Таким образом, мы живем совсем иначе, чем жили наши прабабушки и прадедушки. Только представьте себе жизнь в глухом европейском селе 17 века. Разве условный крестьянин проводил иначе день, чем его далекий предок, живший парой веков ранее? Этот крестьянин также пахал в поле, жил в таком же домике, ухаживал за такой же скотиной. Даже рацион и одежда нашего крестьянина нисколько не отличалась от предыдущих веков. Сегодня же мир, окружающий нас, развивается настолько стремительно, что уже не представишь себе, как будут жить наши внуки. Возможно, они колонизируют Марс, а Земля станет непригодной для жизни. Быть может, наступит глобальная катастрофа и развитие человечества откатится на века назад. Размышляя о таком, все больше удивляешься этим фотографиям украинок, жившим каких-то 100-150 лет назад. Они разительно отличаются даже от современных украинских жителей сел. Удивительно, как разительно поменялся быт за это время. Эти фотографии были сделаны в различных регионах современной Украины. Оттого и одежда женщин, изображенных на них, значительно различаются. Богатство украинских национальных костюмов отметил знаменитый художник Илья Репин, который был родом из Харьковской губернии. Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом. Вы не поверите, как обворожительно одеваются девчата. Паруки тоже ловко. Это действительно народный, удобный и грациозный костюм, несмотря на огромные сапожищи. А какие дукаты, манисты, головные повязки, цветы, а какие лица, а какая речь. Просто прелесть, прелесть и прелесть. Мастер частенько наведывался на историческую родину и даже рисовал портреты местных красавиц. От региона к региону одежды украинских девушек отличались. Это проявлялось как в виде покроя, так и в способе ношения, а также цветовой гамме и декоре. В таком регионе, как Полесье, и вовсе в костюмах просматриваются элементы архаизма. Корнями они уходят во времена Киевской Руси. Классические вышиванки и национальная одежда, которую сейчас можно увидеть на фестивалях родом из Приднепровья. Именно тут зарождалось казачество, да и великий поэт Тарас Шевченко из этих краев. Подольская одежда вобрала в себя традиционные элементы для молдаван. Традиции в одежде западных регионов с поляков. Основа украинского женского костюма, безусловно, сорочка. Обычно она состоит из двух частей. Нижнюю шьют из более грубой материи. Нельзя забывать и о вышиванках. В своей истории они уходят еще в дохристианский период. Традиционно вышиванками называли вышитые узорами рубахи. Однако со временем термин стали применять и к женским платьям, и блузкам. Интересный факт. Украинские вышиванки любят носить голливудские звезды. Мила Кунис, Дита Фон Тис, Сандра Буллок. Купила себе украинское платье и певица Мадонна во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Кстати, термином малороссы в 19 веке русские называли население левобережной Украины, которое входило в состав Российской империи. Под конец 19 века украинская интеллигенция в художественной и научной литературе этот термин постепенно заменила на украинцы. Окончательно его перестали употреблять в период украинизации 1920-1930 годов. В 1921 году Сталин заявил следующее. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Деревня – это хранительница украинского языка, и он войдет во все украинские города как господствующий элемент. Удивительные наряды, которые поражают воображение своей сложностью, оригинальностью и красотой. Элементы этих костюмов могли бы гармонично вписаться и в современную одежду.